Как вы боретесь против гнева? Знаете, когда гнев начинает захватывать мой ум, я обращаюсь к словам апостола Павла в послании к Ефесянам. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе ваше. Эти слова наставляют меня преобразовывать гнев не в разрушительное действие, но в конструктивное решение конфликта. С опорой, конечно же, на терпение и любовь, которую Христос показал нам всем. Когда чувствуешь, что гнев берет вверх, я призываю Святого Духа, упомянутого в послании к Галатам 5.22, где о плодах Духа сказано, что это любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милость, вера, кротость и воздержание. Кроме того, я задумываюсь о словах Христа в Нагорной проповеди. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Это утверждение напоминает мне, что гнев должен управляться кротостью, и что настоящее мужество проявляется через сдержанность и самоконтроль. Я также помню о том, как Иисус относился к тем, кто его обидел, прося отца простить их, так как не знают, что делают. И этот пример прощения страданий является для меня напоминанием о том, что настоящая сила заключается не в мести, а в прощении. Вместо того, чтобы кормить гнев обидами и негативными мыслями, я стараюсь наполнять свой разум положительными утверждениями и напоминаниями о том, что каждый из нас нуждается в милости и в прощении. В моменты гнева спрашиваю себя, что я действительно чувствую. Гнев это не враг, а инструмент, и используя его мудро, я могу улучшить свои отношения и расти духовно, признавая его, обращаясь к Богу в молитве и искренне стремясь к переменам.